Официальный уровень безработицы в Ельском районе 1,3% при доведенном задании в 2%. Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. За последние 12 месяцев при содействии службы занятости трудоустроено 72 человека. На данный момент официальная цифра по безработным 88. При этом свободных вакансий почти в два раза больше – 150. Главная проблема, что многие из тех, кто желает найти работу, не имеют необходимой квалификации. У нас проект по установке солнечных батарей. Организация заявила о потребности в 14 инженерах с опытом работы в строительстве, о потребности 27 монтажников высокоразрядных, это пятый разряд, которых у нас на учете не состоят, машинисты, своебойных машин и электромонтеры. Среди предлагаемых вакансий 56% составляют рабочие специальности. На рынке труда востребованы операторы машинного доения, животноводы, трактористы-машинисты, продавцы, слесари, лесоводы и водители автомобиля. Также требуются инженеры различных профилей и специалисты для работы в медицинской сфере. Проблему нехватки профессиональных кадров на Ельчине постепенно решают. Всем желающим предлагают пройти обучение или переподготовку. И некоторые уже успели воспользоваться такой возможностью. Профессиональное обучение было направлено 4 человека по таким специальностям, как основы предпринимательской деятельности, повар, электромонтер и вальщик леса. В настоящее время мы тоже сотрудничаем с нанимателем Ельского района. По заявкам нанимателей планируем отправлять в 2017 году вальщиков леса и также машинистов, кочегаров, котельной. Кроме этого, в нынешнем году один житель района воспользовался безвозвратной субсидией на сумму почти в 2000 рублей для организации собственного дела. К слову, развитию предпринимательства особое внимание. С каждым годом растет вклад бизнесмена в бюджет и, как следствие, появляются новые рабочие места. Доля их в бюджет района составляет более 26%. Где-то в начале 2010-2011 года она составляла 10-12%. Если говорить про трудоустройство, то в 2016 году в Ельском районе было создано 52 рабочих места, половина из которых в частном секторе экономики. Всего же в сфере малого и среднего бизнеса задействовано около 1700 человек. Для сравнения, в 2010 году было всего 500. Один из самых опытных бизнесменов в районе Андрей Коленник. Около 10 лет назад предприниматель открыл магазин по продаже автозапчастей. Спустя несколько месяцев по соседству построил станцию технического обслуживания. А два года назад решил актуальную проблему для района в связи с увеличением количества автотранспорта. Открыл первую диагностическую станцию. Очень хороший коллектив, слаженный, высококвалифицированные специалисты работают, прошедшие подготовку. В планах открытие и первой автомойки, что также позволит создать дополнительные рабочие места. Однако ее необходимость в районе бизнесмен пока изучает, и поэтому говорить о реализации проекта пока рано. Тем временем на градообразующем предприятии Ельщины, мебельной фабрики, решили свои экономические проблемы и с уверенностью смотрят в будущее. Еще год назад перспективы были не столь радужные. Отрицательная рентабельность и малоэффективная реализация продукции не внушала оптимизма. Но с появлением нового руководства экономические показатели стали постепенно улучшаться. На сегодняшний день рентабельность предприятия составляет 118%, что на 33 больше, чем в прошлом году. Экспорт за последние 12 месяцев увеличился в 4 раза. Более половины выпускаемой продукции направляется к зарубежному потребителю. В планах достичь большего. Задача на ближайшее будущее – оптимизировать затраты предприятия, снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль. Кроме этого, планируется создать новые рабочие места. Сейчас же на мебельной фабрике трудится 170 человек. Мы планируем увеличивать рабочие места, но увеличивать рабочие места – это будем только с увеличением объема производства. Значит, при нахождении новых рынков сбыта, при нахождении новых партнерских заключенных договоров, в этом году мы уже ввели два новых рабочих места. Будем идти к тому, чтобы обеспечивать Ельский район новыми рабочими местами и достойной заработной платой. Как мы смогли убедиться лично, работы в Ельском районе хватает. И найти ее сможет каждый. Было бы для этого желание. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова